Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди. Добро пожаловать на мой канал, на который вы подписываетесь ради ежедневных видео о криптовалюте. Помните, что я не финансовые аналитики, вы должны использовать это видео только в образовательных целях. Тем не менее, сегодня я хочу показать вам 5 альткоинов, которые потенциально являются хорошей возможностью покупки на июль-август месяц, исходя из фундаментальных причин. Да, я не буду обманывать самого себя, большую часть моего портфеля составляет биткоин. Биткоин остается королем, и это легко доказать, и достаточно посмотреть его доходность за год и сравнить ее с другими криптовалютами. У биткоина это 72%, у эфириума минус 37%, у биткоина кэша тоже минус 44%. И только лайткоин из топ-5 показывает годовую позитивную динамику, и то благодаря тому, что у него скоро халвинг. И это все доходность по отношению к доллару США, даже не по отношению к биткоину. Однако это за год. Если же посмотреть доходность по отношению к доллару с начала 2019-го, то цифры куда позитивнее. Мы можем найти альткоины, которые показали еще большую доходность, чем биткоин. Например, Игретия, Лео, Линк. О Линке, кстати, был сигнал в нашей группе, еще от криптокапитала, по-моему. Ну да ладно. Надеюсь, вы использовали этот рост для того, чтобы накопить больше биткоина. И, кстати, ребята, если вам нравится фундаментальный разбор альткоинов, который я иногда делаю, поставьте лайк этому видео. Вам не сложно, а мне мотивация. Все-таки такие длинные видео лично у меня отбирают много сил и много времени. Переходим, наконец, к теме видео. 5 альткоинов, которые должны быть у вас в поле зрения в этом июле. Поехали. Номер 5 в списке это Трон, который сейчас торгуется на уровне 3 центов. Фундаментальной причиной появления Трона в этом списке и предположение того, что июль станет для него хорошим месяцем, служит то, что я нашел в календаре CoinMarketCall. Приблизительно спустя 3 недели, 25 июля 2019 года, состоится так называемый Power of One ланч. Генеральный директор Трона Джастин Сан заплатил за этот ланч 4,6 миллиона долларов. И ланч этот не с кем-то там, а самим криптоскептиком, главным хейтером биткоина и криптовалюты, а также финансовым гигантом Уорреном Баффетом. И хотя на первый взгляд кажется, что это не особо влияет на прямое принятие и использование токена TRX, не нужно забывать, что это очень взрывной маркетинг для Трона. А маркетинг на рынке играет далеко не последнюю роль, особенно если речь идет о таком проекте как Трон. Все мы знаем, как Джастин Сан любит поиграться в маркетинг. Исходя из моих исследований и наблюдений за Троном, я могу сказать наверняка, что Трон это всегда больше слов и пиара, нежели дело. И это не стоит воспринимать негативно, я бы скорее сказал, что это фишка проекта. Благодаря ей Джастин Сан сумел поднять Трон в топ-10 криптовалют. Например, своими обещаниями того, что Трон когда-то обгонит Эфириум, чем ни хайп и ни пиар. Однако давайте рассмотрим конкретнее, что такое Трон и есть ли за пиаром что-то существенное. Трон это децентрализованная платформа для развлечений и контента. Можно думать об этой платформе как о децентрализованном Ютубе, Твиче и так далее. Своей главной целью они ставят децентрализацию интернета для вас. К примеру, для создателей контента. Они хотят, чтобы вы, я и ваши соседи полностью владели своей информацией в интернете. Полностью, а не так, как сейчас, что вашу информацию может слить Фейсбук, например. Это просто пример, это не факт, если что, потому что я боюсь блокировки. Исходя из этого, можно сказать, что Трон это что-то вроде более масштабируемой версии Эфириума. И при этом имеет в конкурентах такие проекты, как Иос, Кардана и Тезос. Но теперь возникает вопрос, а что делал Трон на протяжении крайних 6 месяцев? Чего он добился? Когда-то я об этом уже говорил, но давайте повторим. У Трона более 50 децентрализованных приложений и 100 миллионов транзакций за 173 дня. Это статистика. Полгода назад. Давайте посмотрим, что происходит сейчас. У нас есть новая статистика от 2 июля 2019 года. Трон достиг цели в 500 децентрализованных приложений, работающих онлайн. Что в 10 раз больше, чем полгода назад. Значит, разработчики и пользователи используют Трон. Это как раз то, что мы и хотим видеть. Мы, как криптовалютные инвесторы, хотим, чтобы криптовалютой пользовались. Чтобы она была полезной. Вы можете проверить эту статистику и на других сайтах, как русскоязычных, так и англоязычных. Однако, ребята, я всегда даю различные мнения, перспективы и альтернативы на своем канале. Вы об этом знаете. Поэтому давайте посмотрим обратную ситуацию. Судя по отчету от сайта deb.com, несмотря на то, что Трон приобретает новых пользователей, разработчики все равно выбирают Эфириум. Я оставлю ссылку на полный отчет в описании под видео, чтобы вы изучили самостоятельно. Самое важное, что вся эта информация также поддерживается достаточно большим количеством других компаний и организаций. Например, CoinGecko, Etherscan, EOSPAC, SteamApps и так далее. Здесь можно увидеть сравнение Трона, Эфириума, Стима, Иоса и других криптовалют. Изучив эту таблицу, мы замечаем, что по количеству активных пользователей за сутки Трон вышел вперед. Он обошел Иос почти в два раза и даже на сотню тысяч пользователей обогнал Эфириум. Однако, если мы посмотрим на количество новых децентрализованных приложений, то видим, что Эфириум все равно остается впереди, оставив позади всех конкурентов, включая и Трон. Также и по общему количеству и количеству активных приложений Эфириум лидирует. И это нужно воспринимать как индикатор того, какой платформе разработчики до сих пор отдают предпочтение. И грустная правда, которая объясняет нежелание разработчиков связываться с Троном, это то, что большая часть децентрализованных приложений на Троне, это приложения, связанные с азартными играми. К примеру, 90% транзакций на платформе Трона за последнюю четверть года связаны с азартными децентрализованными приложениями. Поэтому держать Трон на долгосрок или нет, мне представляется сомнительным вопросом. Но вот если говорить о краткосрочных перспективах, лидерство среди конкурентов по количеству активных пользователей в сутки, а также грядущий, самый большой пиар-ход года, когда Джастин Сан встретится с Уорреном Баффетом, в целом могут дать результат. Кстати, этот пиар-ход Джастин Сан решил сделать еще ярче, перенеся ланч с долларовым миллиардером в сердце технологии. Силиконовую долину, конечно же. Поэтому ждем этого события, Джастин Сан постарается выдавить как можно больше хайпа и пиара от этой встречи. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Пока что Трон стоит 3 цента с капитализацией более 2 миллиардов долларов и занимает почетное пятое место в моем списке. Поехали дальше. Под номером 4 выступает Litecoin, актуальная цена которого 118 долларов на момент записи видео. Эта криптовалюта занимает 4 место не только в моем списке, но и по капитализации на CoinMarketCap. Litecoin это та монета, за которой точно нужно наблюдать, особенно на протяжении следующих 4 недель. И одной из этих причин является то, что Чарли Ли, основатель Litecoin, согласился на приглашение Джастина Сана, а значит тоже будет обедать с Ореном Баффетом. Поэтому Litecoin скорее всего тоже откусит от пирога хайпа. Но второй еще большей по важности причиной я бы назвал халвинг, который произойдет уже спустя 28 дней. Ну для вас уже 27, потому что видео выйдет завтра. Ориентировочно это произойдет 5 августа 2019 года. Это будет уже второй халвинг Litecoin. Я уже говорил около месяца назад об этом событии, если хотите больше деталей, обязательно посмотрите это видео. Ссылку на него оставлю в описании и в подсказке, которая сейчас у вас покажется в правом верхнем углу экрана. Кстати, видео набрало почти 20 тысяч просмотров, хотя обычно набирают около 10. Это показывает то, что халвинг Litecoin очень хайповое событие. Именно эта причина и является главной, по которой я определил Litecoin на четвертую позицию в своем списке криптовалют, на которые стоит обратить внимание в июле 2019. Вы спрашиваете, а что я собираюсь сделать с Litecoin в преддверии второго сокращения награды за добычу блока в его сети? Об этом я сниму отдельное видео, ребята, и возможно оно выйдет завтра или послезавтра. Поэтому подпишитесь на канал обязательно и нажмите на колокольчик, чтобы его не пропустить. А также буду благодарен лайку на это видео, если вы уже услышали что-то для себя полезное. Итак, у нас осталось еще три криптовалюты. На третьей ступеньке нашей пятиступенчатой лестницы можно найти такую криптовалюту, как Digibyte. Актуальная цена на 7 июля 2019 года 1 цент. Это хорошая монета, которая располагается в среднем по капитализации сегменте криптовалют. Причина, почему Digibyte находится в третьем месте в моем списке криптовалют на июль, прячется в календаре CoinMarketCall. Через две недели или чуть раньше, ориентировочно 19 июля, Digibyte ожидает событие, которое называется Odocrypt Elgoswap. Простым языком это так называемый swap, то есть смена алгоритма майнинга на Odocrypt. Это событие произойдет на блоке номер 9 миллионов 100 тысяч. На этом сайте мы можем увидеть, что до этого события остается примерно 12 дней. Сейчас количество блоков слегка перевалило за 9 миллионов. На данный момент такой swap невозможен, потому что процент принятия блокчейном такого swap 66%, а нужно минимум 70. Но прежде чем мы поговорим о том, что это вообще значит и как конкретно вы можете получить из этого выгоду, как инвестор Digibyte, Позвольте мне напомнить вам, что такое Digibyte и что его отличает от других похожих на него криптовалют. Digibyte был запущен честно и справедливо в далеком 2014. Говоря честно и справедливо, я имею ввиду, что этот проект не проводил ICO. Также не было никаких премайнингов и уж тем более никаких централизованных компаний за проектом тоже не стояло. Поэтому Digibyte практически с самого начала пользуется большой поддержкой сообщества. А благодаря честному запуску Digibyte также является очень децентрализованным. По крайней мере, если сравнивать его с другими похожими криптовалютами. Еще одним отличием, которым может похвастаться Digibyte, это его скорость. Сейчас он поддерживает более тысячи транзакций в секунду, но есть один очень интересный нюанс. Сейчас масштабируемость Digibyte подстраивается под рост сообщества, которое использует блокчейн Digibyte. Это достигается тем, что раз в два года Digibyte проходит через форк. И каждый раз этот форк увеличивает размер блока в два раза, что увеличивает емкость сети. Так будет продолжаться до 2035 года. Поэтому сейчас это тысяча транзакций в секунду, а в 35 году это число увеличится до 280 тысяч. Можно сказать, эта криптовалюта адаптируется, как какая-нибудь бактерия приспосабливается со временем к действию антибиотика. Итак, децентрализация и скорость. Это две особенности Digibyte. Но есть еще одна фишка, которая и стала заключительной причиной, почему я включил Digibyte в сегодняшний список альткоинов, за которыми стоит следить в июле. И это децентрализация майнинга этой криптовалюты, которая выливается в то, что я называю разбивкой. Разбивкой на разные алгоритмы. В общем-то, этот апдейт я и показывал вам в календаре. Чтобы Digibyte оставался децентрализованным, его майнинг разбивается на 5 алгоритмов, чьи доли равны между собой. Сравните это с биткоином, например, который использует только один алгоритм. И обновление, которое Digibyte ожидает в июле, это как раз добавление этого нового алгоритма майнинга, OdaCrypt. А теперь нужно же удовлетворить ваш интерес. Что же это значит именно для вас? Основатель Digibyte, Джаред Тейт, объяснил все в официальной статье. Новая версия Digibyte. Наконец-то она здесь. И она включает в себя не только приватные фишки Dandelion, но и новый алгоритм майнинга OdaCrypt. Тут, ребята, нужно уточнить, что Dandelion это такой протокол анонимности. В общем-то, он направлен на то, чтобы транзакции было сложнее отследить. В скором времени блокчейн Digibyte будет поддерживать OdaCrypt Майнинг, который заменит майнинг по алгоритму Miriat, с которым у нас были многочисленные проблемы еще с тех пор, как Digibyte впервые стал его поддерживать в 2014 году. Цель этого апдейта помешать производителям майнингового оборудования создавать специальные асики, что потенциально может привести к централизации майнинга Digibyte. И хотя в теории асики, которые работают на алгоритме OdaCrypt, могут существовать, нет никакого смысла в их производстве, как с точки зрения экономики, так и с точки зрения бизнеса. Вот такой, собственно, апдейт. И, честно говоря, это больше технический апдейт, чем фундаментальный, но это то обновление, которое явно пойдет всей экосистеме Digibyte на пользу. А теперь я скажу откровенно, Digibyte поддерживается сообществом, и потому что за ними не стоит никакая централизованная компания, их не залистили на топовых биржах, типа Coinbase, Binance, Gemini и так далее. Но даже несмотря на это, Digibyte умудряется поддерживать свой статус криптовалюты со средней величиной капитализации. К тому же и Китай явно настраивается по быче по отношению к Digibyte, учитывая то, что в конце июня Digibyte обошел Anthology, Green и другие представленные криптовалюты в голосовании за листинг на одной из крупных китайских бирж. Кстати, удивительно, что Anthology не победил, учитывая, что у него намного больше рыночная капитализация, да и корни тянутся из Китая. Все равно большая часть сообщества проголосовала за Digibyte. Это наверняка поможет Digibyte улучшить показатели хотя бы в торговом объеме. Поэтому Digibyte находится на третьем месте в нашем списке альткоинов, на которые стоит обратить внимание в июле. Почетное второе место занимает Basic Attention Token. Куда же без него? Сразу скажу, батов у меня много. Есть видео о моем закупе этими токенами, если не видели, сейчас подсказка появится, ну и ссылку в описании оставлю по привычке. Сейчас он занимает 31 место на CoinMarketCap и торгуется по цене в 30 центов. Бат хорошо прогрессирует в последнее время и сделал много всего за июнь. И похоже, что не собирается останавливаться на этом и в июле. Сейчас на своих экранах вы видите причину того, почему бат находится на втором месте в списке криптовалют на июль 2019 года. Это можно назвать чем-то вроде инсайда, найденного пользователями на официальном гитхабе проекта. Судя по всему, проект уже готов к обновлению на андроид. А это значит, что вы сможете зарабатывать бат еще и на андроиде. А сейчас это возможно только на ПК или Маке. Этот апдейт может быть запущен уже на этой неделе. И знаете почему это очень важный и крутой инсайт? Большая часть людей сегодня сидит в интернете именно через телефон. Далеко за примером ходить не нужно, можно просто посмотреть на статистику просмотров на ютубе. С телефона и с ПК. Поэтому такое обновление поможет экосистеме BAT, а также распространит больше токенов с помощью андроид-юзеров. Судя по этой утечке, это произойдет уже совсем скоро. Давайте посмотрим на рост Basic Attention Token и Brave за последние 30 дней. Итак, общее число контент-мейкеров в системе выросло на 40 тысяч за последний месяц моих наблюдений. По контент-мейкерам я имею ввиду, например, себя или других ютуберов, которые к этой теме присоединились. Кстати, это могут быть не только ютуберы, но и такие ресурсы, как Medium, Forbes, Reddit и так далее. К слову, вы можете жертвовать контент-мейкером токены прямо в браузере Brave. Здесь есть графики для веб-сайтов, ютуберов, стримеров и так далее. Также здесь можно найти и количество холдеров BAT и адресов. Кстати, эта цифра выросла на 20 тысяч за последние 30 дней. Вы можете следить за ростом прямо на этом сайте. Я оставлю его в описании под видео. В любом случае, я рекомендую следить за токеном BAT в июле. Лично для меня важными причинами является обновление для андроида, продолжающийся рост количества пользователей BAT и особенно то, что это происходит при альткоинах, которые вообще не очень охотно растут, либо двигаются в боковике. Ну, вы сами знаете, что с ними сейчас происходит. А это значит, что эти графики будут продолжать расти, даже если криптовалютный рынок не увидит множество новых участников. А теперь хочется задать вопрос, а что же будет с Brave браузером и BAT, когда новые люди на этот рынок все же придут? Подумайте об этом. Итак, BAT располагается на втором месте. А на первое место в этом топе забрался никто иной, как внезапный и неожиданный Тезос. Актуальная цена на 7 июля 1 доллар 16 центов. Занимает 22 место на CoinMarketCap. Итак, Тезос я расположил на первом месте в нашем топе, потому что Первое. Хайп вокруг принятия Тезоса на данный момент набирает обороты. Это может привести к появлению множества трейдеров, которые спекулируют на этой монете. Потенциально это может привести Тезос в топ-10 криптовалют в будущем. Второе. Децентрализация. И третье. Стейкинг. Когда я сказал хайп вокруг принятия Тезоса, я имел в виду тот самый так называемый зеленый флаг, который недавно появился. Крупнейший в Латинской Америке инвестиционный банк планирует перенести свои предложения токенов безопасности, так называемое СТО, на блокчейн Тезос. Объем продаж СТО превышает 1 миллиард долларов. Если вы не знаете, что такое Тезос, я расскажу, прежде чем мы перейдем дальше. Тезос это децентрализованный блокчейн, который управляет самим собой, устанавливая настоящее цифровое содружество. Звучит-то не очень понятно, да? В общем-то это такая криптовалютная смарт-контрактная платформа, которая может автоматически обновлять алгоритм. Именно поэтому Тезосу никогда не понадобится хардфорк, как биткоину или эфириуму. Это то, что касается управления самим собой. Что же касается настоящего цифрового содружества. Это сообщества, которые имеют право на голосование на этой платформе. Подытоживая, мы понимаем, что Тезос похож одновременно и на эфириум, и на EOS. Разница между Тезосом и вышеупомянутыми проектами заключается не только в смарт-контрактах и способах управления, но еще и в том, что смарт-контракты выполнены на собственном языке программирования, который называется Mikkelson. Этот язык упрощает такие задачи обычному разработчику, как чтение, письмо и разработка. И то, что Тезос будет использоваться латиноамериканскими банками, может стать причиной, что разработчики придут именно на эту платформу. Если изучать узлы, так называемые ноды, то Тезос представляется наиболее децентрализованным среди своих конкурентов. Вот, например, его сравнение с Antology, Cosmos Atom, EOS, Tron и Binance Coin. Где синяя диаграмма – это рыночная капитализация криптовалюты, а красное – количество нодов. Как вы видите, EOS имеет самую большую рыночную капитализацию, просто огромнейшее количество денег, но не очень централизованное, ведь количество нод минимальное. У Тезоса же ситуация практически противоположная. Поэтому децентрализация – раз, и банки – два. Но все-таки более важная причина из этих двух, почему Тезос я расположил на первое место в списке криптовалют, на которые стоит обратить внимание в июле, это принятие Тезоса латиноамериканскими банками, но особенно то, что крупнейший инвестбанк продаст 1 миллиард СТО с помощью Тезоса. Мы уже как-то говорили о СТО и ICO, и о том, чем они отличаются. Я думаю, что СТО – это будущее, потому что СТО более требователен. В любом случае, такое принятие даст очень важный и масштабный способ использовать Тезос и его блокчейн. Это самый свежий позитив для Тезоса, но это еще не все. Коинбейс добавляет холодное хранение Тезоса со стейкингом, то есть захоронение позволит пассивно зарабатывать на Тезосе. И для этого его даже не придется перемещать из автономного хранилища. Это значит, что Коинбейс создает институциональный спрос на стейкинг монеты, и они выбрали Тезос. А значит, чем больше институционалов будут заходить на рынок, и если они будут интересоваться пассивным доходом и доверят Коинбейсу хранение, то Тезос станет той криптовалютой, которую им предложит Коинбейс. Извините за голос, записываю сегодня два видео, у меня он уже просто сломался. Поэтому, децентрализация, стейкинг и принятие банками. Три причины, почему Тезос должен быть в вашем поле зрения, если его там еще нет. Это весь список на сегодня, ребята. Если вы узнали что-то полезное или нашли какую-либо ценность в этом видео, поставьте лайк. Это помогает каналу расти, так уж устроен Ютуб. Подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, я выкладываю ролики каждый божий день, чего бы мне это не стоило. И вы точно не хотите пропустить новый ролик. И если я пропустил какую-либо монету, которую в июле ждут какие-то важные события, приветствую вас в комментариях. Думаю, это будет очень интересным обсуждением. Все, хватит. Меня зовут Богатейший Ди, делитесь видео с друзьями, комментируйте, подписывайтесь на телеграм, канал, зарабатывайте и обязательно богатейте. До завтра, наверное, до завтра. Субтитры сделал DimaTorzok